Знаете, без фанатизма. Прекрасная фраза. Если я там говорю, что может быть где-то на других планетах жизнь, и мне десятки, если не сотни зрителей начинают у ответ говорить, что это все бесы проклятые. Ну давайте обходиться без фанатизма, друзья. Все же, давайте хотя бы в этом отличаться от президента Иерфистана Владимира Владимировича Путина. Простите, я грязно выругался. Ведь сегодня только что Государственная Дума приняла еще один федеральный закон о дополнительных гарантиях безопасности президента Иерфистана номер 92.1. Федеральный закон. Уржаться просто. Впрочем, куда смешнее ягожение вот с этими прививками. В начале Анна Попова глава Роспотребнадзора говорит, что нам, эрофистанцам, нам нельзя бухать наше любимое пойло из китайских экскрементов 56 дней, чтобы вакцинироваться спорной весьма вакциной спутник Вильзевул, Валзевул, повелитель мух. Но Александр Гинсбург успокоил, так много не бухать не надо, достаточно не бухать по три дня перед каждой прививочкой. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Это называется диссонанс лжи, такое ягожение, хлюздение, простите. Ну, когда все заврались, вот организованная группа лиц по предварительному сговору завралась, и мечутся влево, вправо, влево, вправо, назад, вперед, вверх, вниз, и происходят разные хлюздения, которые диссонируют одно с другим, и они путаются, путаются. Подписывайтесь, друзья мои, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк, пишите комментарии, взвешенный, разумный, в рамках действующего законодательства и здравого смысла, и проверяйте ваши подписки, их периодически снимают, а канальчик мой глушит. Вот, ну, что делать, когда говоришь правду, ты стоишь на весьма непростом и опасном пути. Ну, вот на таком, на котором стою, ну, я иду, по нему, я не стою. Если вы решите поддержать мой труд передвижения по этому пути, загляните в описании к ролику, там вы найдете, как это сделать. Вот, и, знаете, не зря президент Рафистана, тот, чью фамилию реально противно произносить вслух, как грязное ругательство из пяти букв, вот, не зря он так озабочен своей дополнительной безопасностью, которую в Госдуму протолкнули опять клише с Крашенинниковым. Ну, его два инструмента по геноциду, по разграблению Руси и по его защите. Новый закон гарантирует ему полную безнаказанность по всем административным делам, делам мелкой тяжести и даже средней тяжести, типа убийства по неосторожности. То есть, он может забить любого человека до смерти, и по новому закону ему за это вообще ничего не будет. А если что-то покрупнее, ну, как обычно, измена Родине, там все такое, ну, дела привычные для них, тогда, да, но для этого надо, чтобы две трети Госдумы, которые полностью ручные, и Советы Федерации, которые вообще не избираются никем, даже номинально, и полностью ручной, чтобы они, типа, приняли решение вот его там это. То есть, это безопасность. Но вот только, Владимир Владимирович, ваши законы девальвированы. Если не понимаете, я объясню. Они утратили цену, они утратили значение, стремительно утрачивают. Ведь масочки с ваших харь сорваны. Вы детаеды и человекаеды. Знаете, друзья, вот проект-проект рассказал о прекрасном бизнесе миллиардера и бывшего председателя Совета директоров Банка России Юрия Ковальчука. Ковальчук – человек скрытный, но и Банк России, который теперь его и друзей Путина, других, прибирает к рукам весь коммунальный рынок Санкт-Петербурга. Это более 100 миллиардов рублей оборота в год. Вот. В 90-м году он был создан, этот Банк России, ленинградским обкомом. Но после запрета Компартии его работа приостановилась, а деньги КПСС в нем зависли. Зависли. С самого начала они воровали и врали. Понимаете? Они – наследники и правоприемники КПСС и всех их преступлений. Не надо слушать про их запреты. Они, ну, преступники изначально. Вот. Потому что эти деньги КПСС, то есть деньги народа, были украдены. Так же, как и прошла вся вот эта прихватизация. Вот и все эти ваучеры. Это все незаконно с самого начала. Это просто озверевшая банда тварей. Вот. Что ж, добавлю только, я не буду зачитывать всю длинную статью. Добавлю только, что вот Ковальчук во второй плане 90-х стал единоличным хозяином банка и владельцем крупнейшей доли – 34%. Светлана Кривоногих, подруга Путина, тоже получила свою дольку в этом банке. И он вот все прихватизирует и прихватизирует. В начале 2021-го, следующего года, будет приватизировано ВЦКП «Жилищное хозяйство», через которое проходит 70 миллиардов рублей в год. Вот так вот. Наверное, за 100 долларов, да? Как этот зятек путинский там обрел Сибур или что он там обрел. Самый внушительный доход банку приносит Москва и Московская область. Этот Банк России владеет четвертью процентов, четвертью акций МОСЭНЕРГОСБЫТА. И банк берет комиссию 0,45%. В общем, имеет с этого огромные деньги. Около 800 миллионов рублей в год. Это для нас огромное. Им там, извините, шубейку новую, яхточку прикупить, дворец там новый. Да вы что? Это мелочь для них. Вот. И, в общем, гребут и сосуд. И совершенно понятен смысл федерального закона номер 92.1. Это уже пятая, пятая законодательная инициатива с целью защитить того, чье имя отвратительно и неприлично произносить вслух от будущих преследований. Он прекрасно понимает, оно прекрасно понимает, что оно натворило с Россией. Оно хочет верить, что в будущем власть будет также в руках его сообщников. Но оно не уверенно в этом. И оно пытается защититься теми методами, которые у него есть. Только методы эти оно само девальвировало. Единожды приступив закон, потом еще единожды, единожды, единожды. Бесчетное число раз. Никакие бумажки его не спасут. Потому что, что бы ни говорили, да-да-да-да-да-да-да-да, я законопослушный, я против экстремизма, насилия и безумия совершенно. Но Руси необходима полная смена всего режима и всей модели управления. Всех вот этих омерзительных бумажек, которые они по недоразумению называют законами, и напечатали за последние 30 лет. Начиная с падения КПСС. С самого начала. Понимаете? Я уже не иду дальше. К тому самому началу, к падению Российской империи. Слишком много воды утекло, слишком много потеряно. Но все эти их законы нынешние, на мой взгляд, силы никакой не имеют. Как не имеют юридические силы и Верховный суд, и Госдума. Они девальвировали себя полностью. Это государство создано не для защиты людей. Не для защиты страны. Не для увеличения благосостояния страны. Достоинство людей. Это государство создано с одной целью. Грабить и высасывать кровь из Руси и людей, населяющих Русь. Посему, я убежден твердо, не должно быть такого государства образования и его чудовищных структур. Добавлю напоследок. На сегодняшний день бюрократия в России в 7 раз больше, чем она была в Советском Союзе. Число чиновников в 7 раз больше. При этом население раза в 3 меньше. Нормально? Что же, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья. Данные, как это сделать, вы найдете в описании к ролику. И скажу напоследок. Путин смертельно боится. Он устал. Он стар. Он хочет спрятаться куда-нибудь. И потому его норы в Новоогорёво и его бункер где-то там под Сочи имеют одинаковые совершенно комнаты, в которых он проводит свои видеоконференции и так далее. Это тоже проект рассказал. С какой целью, чтобы ввести нас всех, дуралиев, дурашлёповичей, ограбленных к биомусоровозбуждению? Он нас боится, друзья, каким бы он мачо не пытался показаться. Пожалуй, именно для этого он и пытается показаться таким. Доброго вечера. Помогай нам Бог.